Минобороны РФ обязала ЧВК «Вагнер» сдать всё тяжёлое вооружение. Об этом сообщает Униан со ссылкой на РосСМИ. Идёт подготовка к передаче ЧВК «Вагнер» тяжёлой военной техники в действующие подразделения Вооружённых сил Российской Федерации. Написали в Минобороны РФ в официальном телеграм-канале. Также ранее ФСБ России сообщили, что уголовное дело о вооружённом мятеже Пригожина закрыли. В ведомстве заявили. В ходе расследования уголовного дела по факту вооружённого мятежа установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия. Кроме того, накануне стало известно, что самолёт главаря «Вагнеровцев» приземлился в Беларуси на военном аэродроме Мочулище. Напомним, вечером 24 июня пресс-секретарь кремлёвского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о достигнутой договорённости с главарём ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Отмечалось, что согласно данной договорённости Пригожин уедет в Беларусь, а уголовное дело о вооружённом мятеже закроют. Тем временем США запретили своим дипломатам комментировать ситуацию с бунтом Пригожина, сообщает Униан со ссылкой на западные СМИ. Госсекретарь США Тони Блинкин в пятницу вечером направил всем американским дипломатам срочную телеграмму с таким распоряжением. Телеграмма продемонстрировала уровень тревоги администрации Байдена по поводу событий в России и то, насколько важно для Белого дома и Госдепартамента контролировать сообщения о ситуации публично и в частном порядке. Сообщают журналисты со ссылкой на одного из американских чиновников. На вопрос о событиях в России американские дипломаты должны были только отвечать, что США следят за ситуацией. Сам Блинкин в нескольких интервью говорил, что кризис был внутренней проблемой России и США никоим образом не были вовлечены в него. Субтитры создавал DimaTorzok